Малыши, привет! Сегодня я поиграю со своей трубой! Готовы? Раз, два, три! Эй! Ой, что-то ничего не происходит! Малыши, вы тоже ничего не слышите? Хотя я очень хорошо дую! Странно, сломалось что ли? Ну ладно, поиграю во что-нибудь другое! Например, в кассу! Я очень люблю играть в магазин! Так, кнопочка «Он» и все должно работать! Мой прибор, чтобы пробивать продукты! Что-то не работает! Должен загораться красный кружочек! А весы? И весы тоже! И касса сломалась! Странно, я недавно батарейки меняла, должно все работать! Ну ладно, поиграю с микрофоном, попою песенки! Нажимаем на зеленую кнопочку и поем! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Так, ау! Ла-ла-ла! Малыши, по-моему, звук не меняется! Ау, ау, на-на-на-на-на-на-на-на. Нет. А-а-а. Хм, микрофон не меняет мой звук. Ау, 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 ау. То же самое. Так, мне это уже не нравится. И микрофон не работает, и касса, и музыкальный инструмент. Ладно, не буду расстраиваться, поиграю в Юлу. Вот Юла. И заводим ее. Эй, Юла. Да что же это такое? Никакие игрушки не работают. А я так хотела сегодня поиграть. Что же делать? Точно, когда что-то не работает, мы всегда просим помощи. У кого, малыши, кто чинит все вокруг? Конечно, фиксики. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. О, вот и фиксики прилетели. Папус и Симка. Да-да, всем привет, всем привет. Что это у вас тут стрясло, Свинка Алиса? Рассказывайте. Папус Симка, я собиралась с малышами поиграть в игрушки. Пробую, нажимаю один, второй раз, третий и ничего не работает. Ого, вот это правда странно. Прям все-все-все игрушки не работают. Все. Ни Юла, ни микрофон, ни касса и даже не труба. Ха, тогда мы сейчас все осмотрим. Прыгаем в трубу. Ах, надеюсь, что фиксики сейчас все починят. О-о-о-о! Так, мы все проверили. Ну? И что же, что же, починили мою трубу музыкальную? Неа, ни палаток никаких мы не увидели. Все должно работать. Ну это уже совсем странно. Может быть, посмотрите кассу? Давай, давай, мы должны с этим разобраться. Оп, оп. Ну если фиксики не видят никаких проблем технических, то это уже правда что-то волшебное. О, о, вы уже все так быстро? Ага, внимательно все проверили и ничего не нашли. Как же так? Еще вчера все работало, а теперь даже вы не можете сказать, что с моими игрушками произошло. Свинка, Алиса, вот это беда. Симка, у меня уже осталась только одна мысль. Неужели это какой-то злой волшебник заколдовал все мои предметы, все мои игрушки? Все может быть, так как техника в порядке у игрушек. А-а-а, не можете играть. Ты кто такой? Я кто такой? Я красный злодей. Что? Что ты тут делаешь? Я здесь наслаждаюсь. Чем ты тут наслаждаешься? Мы в игрушки играть не можем. Да, это я знаю, поэтому и радуюсь. Так это ты что ли их заколдовал, свинки Алисе? Ну конечно же я. Вы посмотрите, какой я могучий. Для меня заколдовать игрушки это очень просто. Зачем ты это сделал? Это же были мои самые любимые игрушки. Вот вы со мной никогда не играете. Вот я и решил, что и без меня вы играть не будете. Ха-ха-ха-ха-ха. Эй, так нельзя. Расколдовывай все быстрее. Не хочу. Как и вы не хотели со мной играть. Красный злодей, что-то я и не припомню, что ты хотел с нами играть. Ну да, никогда не говорил. А зачем мне говорить? Вы там сами все играете, а меня даже не зовете. Ну как зачем? Мы же не знаем, хочешь ты играть или нет. Не предлагали тебе, потому что ты... Ты нас очень пугал. Был очень страшным и злым. Я страшного злым? Да никогда я таким не был. Ну как, ты никогда не убирал за собой, никогда ни с кем не делился, никогда не говорил правду, только всем врал. Ну да, есть такое. Ну вот, если ты станешь добрым, то и мы будем с тобой дружить. Ну а как же мне стать добрым? Например, расколдовать наши игрушки. Ах, и мы тогда все вместе поиграем. Ну конечно, с удовольствием поиграем. Ладно, ладно, сейчас. Готово, проверяйте. Касса, кнопочку включить. О, экран загорелся. Кнопочка открыть. Работает. И прибор тоже. Отлично. Теперь проверим Юлу. Так. Ух ты, малыши, смотрите, Юла крутится. Проверим, работает ли микрофон. Так, нажимаем кнопочку. По полям, по полям. Синий трактор едет к нам. У него в прицепе кто-то песенку поет. Класс, малыши, вы слышите это? Эхо. Ура, значит микрофон работает. Осталось проверить только трубу. Здорово. Ну вот видите, я же и вправду все располагал, чтобы стать добрым. Ты молодец. Скажи, что быть добрым намного приятнее, чем быть злым. Да, и это лучше. Мне уже нравится творить добрые дела. Все улыбаются вокруг. Конечно, мы свои обещания тоже выполним. Будешь с нами играть? Да, да. Я очень хотел. Ну вот, выбирай. Юла или труба. Юла. Спасибо вам, друзья. Быть добрым гораздо круче. Класс, теперь ты и наш друг. Ага, и вовсе не злодей. Ой, ой, папус. Кажется, и нам уже пора идти. Ну что, вся работа сделана. Игрушки работают. Злодей? Больше не злодей, а наш новый друг. Мама ждет на ужин. Да, ты права, Симка. Время уходить. Пока-пока, мои новые друзья. Спасибо, что сделали меня добрым. Пока-пока. Хорошего вам пути. Спасибо. Ну что, а мы продолжим играть? Да-да, Симка, Алиса. А малышам скажем пока-пока. Будьте добрее. Ребята, я сегодня хотел узнать, сможет ли синий трактор полететь? Хоп. Тяжеловат. Хоть и деревянный. Ну, думаю, что по реке он бы поплыл. Нет, нужен материал полегче. Та-дам. Что легче дерева? Бумага. Она ведь тоже из дерева делается. А вот вам синий трактор. Ну что, попробуем запустить? Нет, тоже не то. Чуть дольше летело, чем деревянный трактор. Но все равно упало. Нужен материал еще легче, чем бумага. Фу. О, воздушный шарик. Тонкая резина. Попробуем. О, смотрите. Попробуем надуть. Еще чуть-чуть. Теперь завяжем. Так, интересно, полетит он или нет? Хм, попробуем. Поехали. Нет, даже и шарик, а все равно падает. Немножко подержался в воздухе и упал. Наверное, потому, что я надул его ртом, а не насосом. Мы ведь выдыхаем углекислый газ, а он тяжелее воздуха, поэтому шарик падает. Давайте попробуем надуть шарик воздухом. Так, ребята. Вот насос, вот шарик. Поехали. Надуваем воздухом. Ну, ребята. Завязываем. Этот шарик мы надули воздухом. Интересно, воздух тяжелее воздуха? Я думаю, что проверим. Поехали. Опять лопнул шарик. Может быть, нужен насос помощнее. О, велосипедный насос. Думаю, подойдет. Ну, и возьмем материал немножечко попрочнее. Вот он, шарик. Правда, не знаю, из чего он сделан. Ну, вот, готово. Осталось только запустить шарик в небо. Ну, лети. Ну, лети. О! Чуть не улетел. Ветер поднялся. Подождите. А если использовать ветер? Ну, и материал нужен все-таки полегче, чем этот шарик. Воздушный змей. Знаете, как он работает? Он держится на ветру, как парус. Попробуем запустить. Катушка, леска и змей. Бей. Поехали. Летит, ребята, смотрите. Я держу ветер. Все понятно, ребята. Наверное, даже наполненный воздухом шарик тяжел, потому что этот материал тяжелее воздуха. Чтобы шарик полетел, его нужно наполнить специальным газом, гелием, который легче воздуха. Вот тогда он и полетит. Вот видите, ребята, нам все-таки удалось запустить синий трактор в небо. Хоть и нарисованный. Пока, еще увидимся. Понравился мне змей. Привет, малыши. Привет, Катэ. Я для тебя сегодня кое-что приготовила. Привет, привет. Что же? На этот раз. Ты даже не представляешь, Катэ. Ты очень любишь подарки. Так же, как и я. Ну, правда, подарок нужно заслужить? Ну да. Или получить его на праздник. А как я его заслуживать-то буду? Вот я и придумала целый квест. Ого, квест. Я очень люблю подобные игры. Это так всегда интересно. Выполнять разные задания. А что мне нужно будет делать? Рассказывай, свинка Алиса. И давай начинать. Какой ты нетерпеливый, Катэ. Ну ладно, ладно, начинаем. У меня есть вот такие вот конвертики с разными заданиями. Это, например, задание номер один. В нем лежит пазл. Кусочек. Большого-большого пазла. Какой прикольный конвертик. А что в нем еще есть, кроме пазла? Кусочка пазла. Помимо кусочка пазла, который тебе нужно будет в конце собрать, чтобы узнать, где твой подарок, есть еще интересные, сложные-сложные задания, которые нужно будет пройти. А зачем их выполнять-то, эти задания, если можно просто пазл собрать? Катэ, если ты не выполнишь задание, то ты не узнаешь ответ. А ответ это самое-самое важное. Ведь именно слово, которое является ответом, подскажет тебе, где искать следующий вот такой вот конвертик. Всего их будет восемь. Соответственно, восемь заданий и восемь пазлов. Ого! Ничего себе ты придумала, свинка Алиса! Ну давай начинать скорее, мне уже так интересно. Будем открывать первый конвертик с первым заданием. Ух ты! Вот он пазлик, да? Смотрите, здесь что-то даже нарисовано. Это будет финальное слово, где хранится наш подарок. В конце, в конце. А сейчас прочитаем первое задание. Разгадай кроссворд и определи ключевое слово. Как по-другому можно это слово назвать? Значит, следующая подсказка находится у... И это будет ответ. Давайте посмотрим повнимательней на кроссворд. Все, я понял! Смотрите, каждый столбик с квадратиками пронумерован. А это значит, что этот столбик с цифркой соответствует картинке с этой же цифркой. Все верно, Катэ, молодец! Напишем первое слово. Ой, а я уже начал писать буква В. Катэ, посмотрите, на этой картинке изображен бинокль. Значит, и ответ в первой колонке. Слово бинокль. Супер, Катэ, какой ты молодец, так быстро догадался. Даю тебе время, чтобы ты разгадал все-все-все остальные пунктики. А потом мы посмотрим на красные квадратики. Это будет ответ и узнаем, где лежит следующий конвертик. Ну что, Катэ, время вышло. Какие ответы получились? Я все успел, свинка Алиса, читаю ответы. Бинокль, шлюпка, штурвал, каюта, компас, капитан, юнга, ракушка, татуировка, глобус и парус. И какое же слово у тебя в красных квадратиках? Где нам искать следующий конвертик? И-лю-ми-на-тор. Иллюминатор! Ах, иллюминатор? Ну, на что бы это могло быть похоже? Мы же не в самолете и не в лодке моторной. Наверное, на окно. Иллюминатор это же точно такое же окно. Как и у нас дома, в зданиях любых. Хм, пойдем к окну? Ну вот мы и рядом с окном. И где же здесь конвертик? Сейчас, сейчас, коты, не беспокойся. Попробую найти сама. Так, здесь ничего нет. Так, а если эти жалюзи поднять? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ух ты, коты, смотри, я кое-что нашла. Вот же задание номер два. Оно было приклеено. Ура, ура, как здорово, что ты его нашла. Пошли скорее выполнять. Я бы до него не добрался сам. Ой, 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 ой. Так, все, открываю, открываю. Задание номер два. Так, свинка-няша, читай. В рыболовную сеть попал не только улов, но и лишние предметы. Найди среди них тот, которым пользуются моряки. На что же похож этот предмет? Следующая подсказка находится у... И мы найдем ответ. Так, малыши, подумайте вместе с нами, каким из этих предметов все-таки пользуются моряки. Я уже все понял, я уже все понял. И обвел верный ответ. Биноклем пользуются все моряки. А он похож на очки, на солнцезащитные очки. Ну, такие предметы. Наверное, ответом и является слово очки. Котой какой-то сообразительный. Молодец. Все верно, очки. Значит, надо найти очки. И там будет следующий конвертик. Я помню, у нас были очки. Кто-то забывал у нас. На полке, кажется, я их оставлял. Так, часы, самолеты, самолеты, самолеты. Машинки, каток, паровоз. Где же мои очки-то, а? О, о, вот, 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 свинка-лиса, я все нашел. Очки, а под ними задание номер три. Класс, коты. Как хорошо, что ты вспомнил, где именно у тебя находятся очки. Давай распакуем циферку три. Прочитай зашифрованные послания с помощью зеркала. Как ты думаешь, где в твоем доме могло бы произойти такое? Ничего себе задание, малыши. Ну, вот зеркало. Пойдемте посмотрим, что там зашифровано. Иди, иди, посмотри, свинка-лиса, к зеркалу. Придешь и скажешь мне, я подумаю, пока передохну. Так, малыши, перевернем. И что там в зеркале видно? Видите буковки? Теперь можно их читать. Затопление территории земли водой называется наводнением. И нам нужно ответить на вопрос, где бы в нашем доме могло такое произойти. Ванная. Точно, туалет или ванная. Там точно может произойти наводнение. Коты, 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 коты. Я уже сама обо всем догадалась. Тебе даже думать не надо. Идем скорее в ванну, в наш туалет. Так, коты, пойдем скорее. Так. Где бы эта бумажечка могла бы здесь быть? Может быть где-нибудь вот здесь на полочке в коробке? Ну может быть, коты, может быть. Так, туалетная бумага, лейка, губки. Так. Ой, что-то, кажется, нашла. Ух ты! Это то, что нам надо! Ура, задание 4! Скорее распаковывать идем! Так, задание. Алис, читай. Хорошо, читаю, малыши, слушайте. При помощи азбуки Морзи отгадай название основного документа на корабле. Малыши, малыши, без вас нам не справиться. Подумайте с нами. А я поняла. Смотрите. Каждый квадратик имеет под собой рисунок разных точечек или линий. И каждая буква имеет то же самое. Значит, нужно соотнести. Например, квадратик с тремя точками. Найти букву с тремя точками. Здесь это буква С. И так с каждым квадратиком. Ну что, готово, КТ? Готово! Ответ. Судовой журнал. Так, значит, следующая подсказка в судовом журнале. Но у нас такого нет. У нас есть просто журналы, раскраски. Там и посмотрим. Верно, КТ. Пошли искать пятый конвертик и пятый пазл. Вот в этой коробке у нас хранятся все раскраски, журналы и книжки. Вот две книжки и вот еще много всяких разных. КТ, ты не заметил? Кажется, в одной из первых раскрасок, которые лежали на коробке, что-то виднелось. Что-то торчало из раскраски. Да? Ну, сейчас, конечно, посмотрим. Ох, тяжело. Ох, так. Ну, здесь ничего вроде бы нету. А вот здесь... А вот здесь есть. Свинка, Лиса, ты права. Вот. А это пятое задание. Следуй инструкции в виде стрелок и найди загаданное слово. Интересно, какое задание, КТ. Смотрите, каждая стрелочка и каждая циферка. Это обозначение, куда нам нужно двигаться. Например, если стрелочка вправо, то вправо. А цифра на сколько картинок? Два и стрелочка. Значит, две картинки. Например, направо. У меня получилась ракушка. Ракушка, верно. Я проверила, КТ. Малыши, надеемся, что у вас тоже получилась ракушка. А теперь нужно подумать, каким другим словом оно созвучно. Это раковина, что ли? Ракушка, раковина. КТ, как думаешь, может быть раковина, ответ? Но почему бы и нет? Давай пойдем и посмотрим в раковине. Вдруг там лежит следующий наш конвертик. КТ, ну вот мы и в ванной нашей, вот раковина. Ну-ка посмотри повнимательнее. Есть там что-нибудь? Оп. Так. О, есть. Вот оно, вот оно, задание шесть. И шестой пазл вместе с ним. Здорово. Значит, мы верно отгадали слово раковина. Так, открываем циферку шесть. Что же здесь тоже пазлик наш. Так, читаю задание. Какому кораблю принадлежит желтый якорь? А, я понял. Это же такой лабиринт. Нужно дойти с каждым до кораблика до своего и узнать, какому же кораблю желтый якорь нужен. Верно, КТ, молодец. Давай, как решишь, скажи мне. А я пока подожду. Эээ, так, 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 так. А, да, да, я закончил, закончил. Верный ответ? Сибирь. Хи-хи. Да, Сибирь, я все проверил. Ну, Сибирь. Сибирь. Город моряков. Эээ, ну там холодно. Холодно. Какой-то предмет, может быть. Холодильник, наверное. Холодильник. От слова холод. И там охлаждается еда, чтобы она не растаяла. Холодильник? О, точно. Ты молодец. Холодильник. Пойдем посмотрим. Открываю холодильничек. Ну что, где-нибудь тут есть подсказка? О, кажется, я ее уже нашел. Ха-ха, смотрите, задание номер семь. Вот оно. Класс, Катэ. Хе-хе. Видишь, как мы вместе справились? Открой скорее седьмой. Закрась клетки на рисунке, следуя координатам. Ого. Катэ, ну я тоже подустала. Но мы почти в самом конце. И всего восемь конвертиков. А это седьмой. Давайте с малышами подумаем и вместе справимся. Так, малыши, смотрите. У нас есть буквы и цифры. И буквы и цифры с квадратиками. Напоминает игру морской бой. Вот мы и должны закрасить только те координаты, которые нарисованы здесь. Так, так, так. Дайте мне пару минут. Ну что, Катэ, вижу, ты заканчиваешь. Какое там слово получается? Да-да-да, последний квадратик. Л6. Так. Ну я закончил. Э-э-э, слово кок. Ха-а. А, я знаю, кто такой кок. Это повар на корабле. Кок его называют. Ха-ха. А нам нужно сказать, где его можно встретить. Ну, точно на кухне. Повара на кухне. Пойдемте скорее. Оп. Вот мы и на кухне. Ха-ха. Кофе-машина, микроволновка. Где же, где же здесь может быть наша подсказка восьмая? У микроволновки ничего нет. Так, давайте на полочках посмотрим. Оп. Так. Так, 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 так. О, кажется, я нашел в вилках и ножах. Ха-ха. Задание номер восемь. Класс, котет, ты шустрый. А я уже хотела холодильник снова проверять. Осталось чуть-чуть. Ух ты, тут что-то очень много текста. Прочитаю. Ты справился со всеми морскими загадками. Теперь из отдельных деталей пазла ты можешь собрать единую картинку и увидеть ответ в свой подарок. На обратной стороне пазла ты увидишь, где спрятан твой подарок. До новых встреч. Ура. Коты это значит, что заданий больше нет? Нам осталось только собрать пазл и посмотреть, где же лежит твой подарок. Ура, ура. А я-то думал, надо будет еще думать. Ха. Класс. Вот все мои пазлы из каждого конвертика. Сейчас я их соберу в одну кучу. И соберем. И прочитаем, куда ты там мой подарок положила. Оп. Ха. Смотрите, вот и пазл. Класс, класс. На обратной стороне пазла написано место, куда свинка-няша положила мой подарок. Ну что же, что же там как-то написано? Нам всем очень интересно. Твой подарок лежит в бассейне с шариками. Ура. Пойдемте к нему скорее. Мой бассейн. Ха. Хорошо. Люблю здесь играться. А вот, кажется, мой подарок нашелся. Свинка-лиса. Это что? Воздушные шарики с синим трактором? Да, коты, это они. Я помню, ты именно такие и хотел. Ха-ха. И заслужил. Молодец. Ура, ура. Спасибо тебе, свинка-лиса. И вам, малыши, спасибо за помощь. Без вас я бы не справился. Всем пока-пока. И я с вами прощаюсь, малыши. Пока-пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok